Здравствуйте! Вашему вниманию представляется доклад на тему выбора метода управляемой гипотонии при неэшемической резекции почки. В 2018 году в Российской Федерации было зарегистрировано свыше 23 тысяч новых случаев заболеваний почеком, что в структуре онкологических заболеваний за этот же период заняло 9 место, а абсолютный прирост заболеваемости опухолем почкой за 10 лет составил свыше 40%. Соответственно, довольно распространенное заболевание, и его лечатся различными методами, как нехирургическими, к которым относятся различные радиочастотные абляции, криодеструкция, лучевая терапия, медикаментозная терапия, и также хирургические методы используют, такие как нефрактомию и резекцию почки. Резекция почки в зависимости от того, пережимают хирурги почечную артерию или нет, подразделяясь на ишемическую резекцию почки, соответственно, с пережатием почечной артерии, либо без ишемическую, так называемую, зеро ишемия резекцию почки, когда кровоток в почке сохраняется. Как правило, оперируют такие операции в условиях управляемой гипотонии. Плюсами ишемической резекции почки является то, что минимальная кровопотеря, но оператор ограничен во времени, нужно уложиться в 20, максимум в 30 минут. После этого, если кровоток не восстановлен, есть очень большой риск того, что будет нарушена функция почки в течение последующего года. Плюсами же без ишемической резекции почки является то, что можно работать более длительное время, нет ишемического повреждения почки, но, возможно, более большая кровопотеря. Всё зависит от оператора и от оборудования, на котором он работает. Под управляемой гипотонией понимается снижение среднего артериального давления на 30% от рабочего, но не ниже 55-60 мм рт. должно быть. Именно среднее давление, не систолическое, не дизостолическое. Во всём мире распространены различные методики для создания управляемой гипотонии. Их можно разделить в зависимости от препаратов, которые используются для достижения давления. В первой группе относятся препараты для региональной анестезии, дальше препараты наркотической анальгетики, высокие дозы, препараты, действующие на сердечно-сосудистую систему и препараты для общей анестезии. Сейчас вкратце про плюсы и минусы всех этих препаратов. Препараты для региональной анестезии в данный момент крайне редко используются, если используются в ортопедии, ну и в абдоминальной хирургии, на операциях в малом тазу. Основной минус – это непредсказуемость уровня и времени блока. Поэтому в данный момент от этих препаратов стараются для управления гипотонией отойти. Высокие дозы опиоидов, реми и фентанил, в основном используют. Очень хорошие препараты, быстрое начало действия с максимальным эффектом уже через 1-2 минуты, но есть такие минусы, как угнетение сознания в послеоперационном периоде, ригидность скелетной мускулатуры, тошнота и рвота. А основной минус – то, что в России, можно сказать, он не зарегистрирован, соответственно, использовать его здесь не получится. К препаратам, действующим на сердечно-сосудистую систему, относятся вазодилататоры, такие как нитропрусит натрия, более сильный препарат, но и с более выраженными побочными действиями, и нитроглицерин, соответственно, чуть послабее, чем нитропрусит натрия, ну и менее выраженные побочные действия. Как правило, нитроглицерин используют с бета-блокатором в сочетании, потому что у ряда пациентов при использовании его возникает рефлекторная тахикардия, которую надо как-то купировать или убирать. Альфа-адреноблокаторы к этой группе относятся препарат Урапидил, неплохой, в принципе, препарат с быстрым началом действия, но есть ряд исследований, которые показывают то, что в 20-30% случаев невозможно достичь желаемых цифр давления в течение часа, то есть, соответственно, в некоторых исследованиях приходилось переходить на другие варианты достижения проблем гипотонии. Бета-блокаторы к этой группе относятся препарат короткого действия Эсмолол. Он довольно-таки неплохой препарат с быстрым наступлением действия, но с такими побочными действиями, как бронхоспазм, возможность, возможное развитие бронхоспазма, может пролонгировать действия миорелаксантов и наркотических препаратов. Как правило, всё-таки сочетают с какими-то другими препаратами для гипотонии, то есть, как монопрепарат не очень подходит. Пропофол – препарат для общей анестезии, неплохой препарат, имеющий быстрое начало действия, менее выраженная после операционной тошноты и рвота по сравнению с другими препаратами для общей анестезии, но, как правило, используют тоже вместе с бета-блокатором, нитероглицерином либо ремифентанилом. Также в группе препаратов для общей анестезии используются ингаляционные анестетики, такие как севаран, изофлюран и десофлюран. Эффект у них достигается при увеличении концентрации свыше одного мака. Данной группой препаратов довольно-таки удобно проводить управляемую гипотонию в связи с тем, что один препарат отвечает как за гипотонию, так и за общую анестезию. То есть можно сосредоточиться на определенных параметрах и довольно-таки плавно контролировать достижение давления, снижение давления. В ряде исследований показано то, что отсутствует нефротоксический эффект, довольно-таки быстрое пробуждение у данной группы препаратов, пациенты довольно-таки быстро просыпаются. Но из минусов следует отнести то, что может увеличивать внутричерепное давление, соответственно, ограничивает данную группу применения данной группы препаратов у ряда пациентов. И более высокий риск развития тошноты и рвота в послеоперационном периоде по сравнению с пропофолом. С 2016 по 2020 год в Национальном исследовательском центре онкологии имени Петрова было проведено исследование, которое включило в себя 109 пациентов. Им была выполнена резекция почки под управляемой гипотонией с использованием ингаляционных анестетиков как основного препарата для достижения гипотонии. Пациенты были разделены на три группы. Это при пациенте, которым использовался изофлюран, севоран и досфлюран. Мониторинг проводился стандартный всем пациентам. Это ЭКГ стандартный, отведение пульса, оксиметрия, контроль газов, ингаляционной смеси, контроль артериального давления, манжетка раз в 30 минут плюс инвазивный мониторинг был системой FlowTrack, которая позволяет оценивать, помимо всего прочего, сердечный выброс, ударный объем, сосудистое сопротивление и их индексированные параметры, значения. ЦВД, бисмониторинг проводился для оценки функций почек. До и в послеоперационном периоде использовались показатели скорости клубочковой фильтрации, смотрели на кретинин и мочевину. И также в до и в послеоперационном периоде пациентам брались клинический анализ крови, биохимический анализ крови, газа крови. Стандартная индукция во всех трех группах пациентов. На слайде она представлена, тут перечислять нет смысла. Анестезия поддерживалась ингаляционными анестетиками в концентрации от 0,7 до 1 мак. Фентанил вводился раз в 15-30 минут в дозировке, поддерживающей 1-2 мкг на килограмм ракуроне, раз в 50 минут, в дозировке 0,3 мкг на килограмм в минуту. Гипотония достигалась увеличением ингаляционных анестетиков до 2 мак концентрации и увеличение потока газовой смеси до 4 литров для севарана и изофлюрана и до 2 литров в минуту до дозировка, за 5-10 минут до начала резекции. В последующем при достижении необходимого давления мы снижали концентрацию ингаляционных анестетиков и уменьшали поток газовой смеси обратно до 2 и 0,5 литров. Гипотония продолжалась до удаления препарата и достижения стойкого гемостаза. Восстановление рабочего давления происходило снижением концентрации ингаляционных анестетиков до 0,5 мак и увеличением потока газовой смеси до 4 литров в минуту для севарана и изофлюрана и 2 литров в минуту при применении дезофлюрана, чтобы быстрее выветрились ингаляционные анестетики. Все происходило под контролем бисмониторинга пациента, который составлял в районе 40-60%. То есть, пациенты точно спали в данный момент при такой концентрации ингаляционных анестетиков. Что следует отметить, моноиспользование дезофлюрана, что следует отметить, дезофлюран нам не получилось достичь управляемой гипотонии в течение 10 минут. Дополнительно пришлось вводить фентанил с целью снижения давления. А вот показатели для севарана и изофлюрана... А, вот изофлюрана и севарана показали довольно-таки интересные результаты. В обоих группах удалось достичь управляемой гипотонии в течение 3-3,5 минут. Время гипотонии составляло в среднем где-то полчаса. В обоих группах восстановилось давление до исходного в течение 4 минут. Максимальное время гипотонии представлено на слайде 110 минут для севарана и 80 для изофлюрана. Время пробуждения составило в районе 5,5 минут для севарана и 4,5 минуты для изофлюрана. В принципе, пациенты практически одновременно просыпались, скажем так, в кровопотере. Тоже были... Разница в кровопотере в обоих группах незначительная. Единственное, что следует отметить, то, что группа с изофлюраном набиралась на более ранних этапах, когда хирурги еще отрабатывали методику, то есть методику резекции безошимической. Там кровопотери были больше. Соответственно, и немного больше кровопотери у нас и в этой... Представлено... Средняя кровопотеря представлена на слайде. Вот. В послеоперационном периоде было отмечено небольшое снижение скорости клубочковой фильтрации в обоих группах. Ну, не совсем криминальная, скажем так. Вот. Тошнота и рвота в обоих группах встречалась приближенно-одинаково, и пациенты не предъявляли каких-либо жалоб в послеоперационном периоде таких значимых в зависимости от... не зависело от препаратов. Выводы, какие можно сделать, изофлюран и севаран можно использовать для управляемой гептонии. Препараты высокоуправляемые, отличий между ними нет, кроме цены. Севаран в три раза дороже, чем изофлюран. А десофлюран как монопрепарат для управляемой гептонии не подходит. Спасибо за внимание.